Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами аналоговый сигнал и аналоговые функции Simatic Logo. Непрерывно изменяющиеся природные сигналы, например свет, температура, давление, дистанция, звук, называются аналоговыми сигналами. У аналогового сигнала некоторые уровни описываются бесконечно большими числами, которые вычислительная техника не способна напрямик обрабатывать. Квантирование – это операция по обработке формы аналогового сигнала, с помощью которой на заданном отрезке времени сигналу присваивается неизменный уровень. Дискретные сигналы подразделяются на дигитальные или цифровые и бинарные сигналы. Дигитальный сигнал – это образ аналогового сигнала, величина которого представлена с помощью чисел конечной длины. У бинарного сигнала только два уровня – логическая единица и логический ноль. Устройство, с помощью которого аналоговый сигнал преобразуется в дигитальную величину, называется аналогово-дигитальным преобразователем ADC. Вход аналоговой системы является физической величиной, например, напряжение или электрический ток в цепи, которая с помощью аналогового дигитального преобразователя преобразуется на выходе в цифровой сигнал или число конечной длины. Аналоговая система состоит из трех частей. Первый аналоговый датчик с выходным напряжением от 0 до 10 Вольт или силой тока от 0 до 20 мА. Аналоговый вход контроллера лого АИ-1 физически связан с клеммой И-7. Второй аналоговый вход АИ-2 связан с И-8. Аналоговый цифровый преобразователь ADC. И третья часть – это регистр памяти, куда сохраняется число. Для 10-битного регистра памяти диапазон чисел составляет от 0 до 1023. Аналоговым датчиком называется измерительное устройство, которое преобразует аналоговую величину, например, давление, температуру, дистанции и другое, в стандартный электрический сигнал напряжением от 0 до 10 Вольт или силой тока от 0 до 20 мА. Потенциометр – переменное сопротивление, которое используется для преобразования механической величины. В данном случае это поворот рукоятки в напряжении с диапазоном от 0 до 10 Вольт. Потенциометр построен по принципу делителя напряжения. Аналоговый датчик можно подключить к клемме И-7. В программе он будет обозначаться как аналог Input 1. Значение состояния аналоговых входов можно просмотреть на экране модуля Logo. Для этого надо нажать на кнопку Escape и нажать несколько раз на кнопку вправо, пока не откроется поле аналоговых входов. В качестве аналогового датчика можно применить также и потенциометр, например, как измерение высоты. Функция аналоговый усилитель преобразует аналоговый сигнал на входе в аналоговый сигнал на выходе. При этом изменяются параметры аналогового сигнала. Основными параметрами аналогового усилителя являются коэффициент усиления А и сдвиг В. Функция аналоговый триггер, выход которого включается или выключается в зависимости от уровня аналогового сигнала. И сравнивается с порогами включения он и порогом выключения. Аналоговые функции, как их можно применять для измерения? Итак, у нас имеется аналоговый вход. Делаем немножко покрупнее. Имеется аналоговый триггер, с помощью которого будем преобразовать сигнал и определять уровни сигнала. На выход поставим выход O1, например, лампа. И таким образом сможем путем опытных измерений определить параметры сигнала ON и параметры сигнала OFF. С помощью параметра ON определяем порог срабатывания. Лампочки NUVSCA это будет 600 условных единиц. Это определяется опытным путем. И 700 лампочка выключится. Причем можно с помощью вот этой таблицы настраивать параметры аналогового входа. Итак, просимулируем наше устройство. Аналоговый вход будет изменяться от 0 до 1000. На данном случае это симуляция, симулятор. И при том случае, если аналоговая величина превышает 600, срабатывает лампочка. А если аналоговая величина больше 700, значит бинарный выход Q1 выключается. Также применение аналоговой функции совместно с счетчиком. То есть таким образом, что величина аналогового выхода аналогового блока будет присваиваться счетчику. Счетчик будет подсчитывать количество нажатий на кнопку. И в какой-то момент времени будет загораться лампа. Присвоим значение, когда она будет загораться. Это будет на третье нажатие кнопки. А выключение будет у нас связано с аналоговой величиной. Откроем эту таблицу. И соединим выход аналогового усилителя с порогом выключения. Но при этом понятно, что аналоговая величина в данном случае отстроена слишком большое число. Давайте изменим значение. Минимальное значение будет у нас 3. Максимальное 14. И тогда коэффициент усиления 1 сотая и сдвиг, апсет 4. Проведем наш эксперимент. Если мы можем перед стартом изменить порог выключения, скажем, это будет самая минимальная величина 4. Изменим параметр кнопки. Это будет кнопка без фиксации. Симуляционный параметр. Сейчас у нас свитч. Мы включим. Кнопка без фиксации. Импульсная. И будем подсчитывать, сколько раз будет нажата кнопка. Один раз она уже у нас нажата. Нажали второй раз. Третий раз. Загорелся выход счетчика. На четвертый раз лампа погасла. Но для того, чтобы повторять процесс, нам надо резетить счетчик. То есть обнулять его. Конец процесса подсчета. Это момент выключения лампы. Применим импульсную функцию по заднему фронту. В тот момент, когда будет лампа отключиться, в тот момент будет счетчик обрезать. И процесс можно повторить. Итак, проведем испытание. Один, два, три. На третий раз включилась лампа. На четвертый раз лампа погасла. И в то же самое время счетчик обрезает. И теперь его значение актуальное 0. И счет повторяется. Значит, мы можем теперь изменять количество импульсов до 14. Ну, допустим, это будет 9 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 9 раз лампа погасла. И процесс можно повторить. Рассмотрим работу таймера в связке с аналоговым сигналом. То есть выход аналогового сигнала будет задавать параметр задержки. Итак, создадим простейшую программу. Лампочка будет включаться с задержкой. Пускай эта задержка будет... Ну, 3 секунды. Просимулируем. После нажатия кнопки через 3 секунды включится лампочка. Она выключится, когда вход ТРГ обнулится. То есть это таймер ТОН. Теперь зададим параметр задержки с помощью аналоговой функции. У нас имеется аналоговый вход, аналог input1. И тогда с помощью аналогового преобразователя будем изменять этот параметр в необходимых пределах. Выходом аналоговой функции может быть, допустим, аналоговый меркер. Итак, в данном случае наша аналоговая величина изменяется в диапазоне от 0 до 1000. Просимулируем работу нашей программы. Итак, в данном случае задержка 0, выход аналогового сигнала 0. Если эта величина будет, скажем, 537, соответственно, 537 миллисекунд будет задержка. Включаем кнопку E1. И через 0,53 секунды появится выходной сигнал таймера. В общем, не видно этого сигнала, неощутимо. Итак, через 1 секунду, через почти 1 секунду появится выходной сигнал. Мы можем также отрегулировать этот сигнал в другом диапазоне. Пускай выходной сигнал будет 2000. Итак, выходом аналогового сигнала является 1968. Включаем кнопку старт, и после этого выходной сигнал таймера появится через заданное количество миллисекунд. Продолжение следует...